Господа, Антонио здесь. Сегодня мы поговорим о восприятии людей с бритой головой. Что думают люди, когда видят парня с побритой головой? Видео основано на исследовании 2012 года в Университете Пенсильвании, их Уортонской школы. Это одно из моих любимых исследований, потому что оно было очень хорошо проделано, и результаты достаточно конкретные. К тому же, у меня есть несколько лысых друзей. Некоторые стали лысыми в очень молодом возрасте. Я помню тех, кто намеренно брили свои головы. После этого они не возвращались к старой прическе. После прочтения этой статьи я понял почему. Если честно, я был лысым всего один раз. Это было в первую неделю пребывания в школе офицеров. Тогда побрились все. С того момента каждый, кроме женщин, ходил бритым. И это не то, чем можно хвастаться. Но после окончания школы, когда ты горд, когда ты можешь отрастить немного волос под бривбака, это был как бы такой знак отличия. Вроде того, как «Эй, я прошел». В смысле, я наконец-то стал офицером. Итак, какое впечатление создается у людей при виде лысого мужчины? Первое исследование. Они взяли 25 мужчин, 10 из которых побрились на лысо. 5 черных, 5 белых мужчин. Их оценивали около 60 студентов по параметрам уступчивость, привлекательность, возраст, влиятельность. Они обнаружили, что у лысых мужчин один показатель был выше, чем у остальных. Влиятельность. Что ж, некоторые скажут, что это была именно конкретная группа. Вот если бы это было достаточно большое исследование, а здесь были некоторые дыры. Некоторые могут спросить, что, мужчины, которые решают побрить голову, автоматически становятся более доминантными? Они подумали об этом и решили провести его вновь, второе исследование. Они взяли оригинальные фотографии и на компьютере сделали лысыми мужчин, которые в жизни всегда были с прической. Тогда они взяли 367 случайных людей и попросили оценить по уровню влияния, уверенности, соблюдения порядка, вдруг бунтарь, мужественности, привлекательности. Оценивая рост и возраст, наряду с лидерским потенциалом. Что довольно интересно, как мы оцениваем кого-то, будет ли он хорошим или плохим лидером, основывается на том, насколько он хорошо выглядит. Достаточно вспомнить галлоэффект. Если вы о нем не знаете, сделайте запрос в Google. На нашем сайте найдете статью об этом очень мощном исследовании. Итак, вернемся. Что они определили? Если вы побриты на лысо, или у вас есть шевелюра, кто более привлекательный, кто более влиятельный. Итак, они определили. Если вы побриты на лысо, вы воспринимаетесь как более влиятельный, уверенный и более мужественный. Кроме того, вы кажетесь немного выше, сильнее. Не в смысле, сколько вы жмете от груди. Я думаю, если вы побреетесь на лысо, вы не станете жать больше. Также вы будете выглядеть немного старше. И это достаточно мощно. Когда дело дошло до лидерского потенциала соблюдения порядка, не было разницы между носителями шевелюры и лысыми. Итак, если вы хотите быть лидером и восприниматься как строгий руководитель, не беспокойтесь, не обязательно бриться на лысо. Также мужчины, которые были с прической, выглядели более привлекательными. Итак, если вы побрелись на лысо, вы не будете таким привлекательным, как при полном наборе волос. Однако это может компенсировать все те великолепные качества, которые вы приобретаете. Исследование даже сделало шаг вперед, ведь у некоторых мужчин происходит разрежение волос. Появились солысины, и у них осталась одна третья, одна четвертая часть от того, что у них было. И так они выяснили, что это очень плохо. В этом случае все показатели оказались гораздо ниже, кроме соблюдения порядка, которое было таким же, как у остальных. В любом случае, вы проигрываете, когда ходите с залысиной. Даже если вы зачесали остатки волос, все равно этого не скрыть. Итак, если у вас есть залысины или лысеете, постарайтесь с этим как-то разобраться. Я знаю, что некоторые из вас ищут, чем побрить голову. Внизу, вместе со статьей и в комментариях, я оставлю ссылку на компанию, которую я рекомендую. Я общался с основателем, мне нравится их продукция. Хоть я и не брею голову, но у меня есть друзья, которые используют их продукт. Это хороший продукт. Вы можете его использовать, чтобы побрить голову. У них достаточно крутые материалы для этого дела. Если вы увидите лысого мужчину, надеюсь, без залысины, их качество, влиятельность, уверенность, мужественность и предполагаемые силы, возраст, рост более выражены. И все просто побрив голову. Я думаю, Майкл Джордан знал, что он делает, когда решил выбрать свою прическу. Друзья, возможно, вы тоже об этом думали. Дайте знать в комментариях. Я бы хотел услышать от каждого, кто решится побриться на лысо, и какую разницу они заметили, как реагируют люди. Если вы поприли голову, вы сможете носить шляпы. Так вы будете защищать свою голову. На этом все. Я увижу вас в следующем видео. Берегите себя. Пока.